Привет друзья! Поразительную волю к жизни и мужество часто игнорируют, когда рассказывают истории о выживании. Обычно большинство таких историй заканчиваются утверждением, что героям очень повезло, и сама судьба вмешалась и помогла им выжить. На самом же деле, никогда не стоит сдаваться даже в самой отчаянной ситуации. Реальная история из жизни советского матроса тому подтверждение. Родился наш герой в 1909 году в российской деревне Павличино, которая находится в Ярославской области. Став взрослым, Павел Вавилов переехал в Ленинград и устроился матросом в речное судоходство, а в 1934 году Павла повысили в должности. Затем последовал перевод на корабли, которые плавали по Северному морскому пути. Вначале Вавилов работал несколько месяцев кочегаром, а затем уже стал машинистом. Обычная жизнь советского парня. Неизвестно, как бы сложилась его дальнейшая судьба, если бы не начало Второй мировой войны. На Северном Ледовитом океане бои велись точно так же, как и на Белорусском и на Украинском фронтах. Немцы пытались взять эти территории по свой контроль. Поэтому немецкие тяжелые крейсера и подводные лодки топили советские корабли, всячески мешая поставкам по морю в Советский Союз. С начала войны Павел служил на ледоколе Александр Сибиряков. Основной задачей парохода была доставка еды и людей на полярные станции Арктики. До 1942 года такие рейсы проходили успешно. Александр Сибиряков 24 августа 1942 года вышел из Диксона, направляясь к новой полярной станции на Северной Земле. Пароход вез оборудование и персонал. А на следующий день в Карском море у острова Белуха их ледокол встретил немецкий крейсер «Адмирал Шер». Завязался бой, и его исход был известен заранее. Александр Сибиряков был обстрелен, и часть моряков погибли. Выжившие люди пытались спастись всего на двух шлюпках. Так Вавилов с другими членами экипажа смог спастись в одной из шлюпок. Только вот она была сильно повреждена в ходе обстрела, поэтому вскоре начала тонуть. Спастись у Павла на проплывающем бревне не удалось, так как сильное течение не позволяло отгрести далеко от корабля. В это время Александр Сибиряков уже ушел под воду, и почти всех моряков затянуло в образовавшуюся воронку. Со второй же шлюпки матросов забрали в плен. Сопротивление было бесполезно, поэтому после убийства одного матроса остальные поднялись на борт крейсера. Кочегар Вавилов оказался единственным из выживших, кому повезло избежать плена. Можно сказать, что Павлу одновременно и повезло, и не повезло. Его не убили и не ранили, но он оказался в ледяной воде. Павел ухватился за деревянные остатки парохода и оставался на поверхности. Когда рядом проплывала пустая шлюпка, он из последних сил в нее забрался. В шлюпке лежал мертвый товарищ, и у него была сухая одежда, в которую переоделся Павел. На дне лодки он нашел бочонок с водой, банку галет, коробки спичек, топоры, заряженный револьвер с запасом патронов. Понимая, что этих запасов очень мало, Вавилов стал вылавливать из воды любые попавшиеся припасы. Мужчина смог вытащить из воды спальник, мешок с меховой одеждой и мешок с отрубами. Бой произошел недалеко от острова Белуха, туда и отправился наш герой. Он надеялся, что на острове есть люди и связь, и у него будет возможность вернуться домой. Но там его ждало полное разочарование. Оказалось, что остров необитаемый, а установленный маяк был заброшенным. Не особо ориентируясь в картах, кочегар Вавилов не знал ни где он находится, ни как выбраться с этого острова. Павел решил ждать помощи, и началась борьба за жизнь. На острове никто не жил, но белых медведей он приметил уже на следующий день, и обрадовался, что у него есть с собой револьвер. Первым делом моряк оборудовал себе спальное место на вершине маяка. Там было затишье от ветра и дождя. Меховыми вещами из мешка он утеплил свой спальник. И хотя был август, но на северной земле в это время уже было холодно. Местами лежал лед со снегом. Павла радовало лишь то, что снег можно растопить и пить пресную воду. Так и было. На костре он топил лед и разводил в кипятке отруби. Ловить рыбу не удавалось, был сильный прибой. Поэтому отруби стали единственной пищей на безлюдном острове. Главной проблемой для Павла стал поиск дров для костра. Ведь костер для него был единственным шансом на то, что его смогут заметить и спасти. Но площадь острова была маленькая, почти без деревьев. Плавника тоже было очень мало. На растопку пошли деревянные постройки, которых на острове было несколько. Так Павел прожил месяц после своего спасения. Неизвестно, сколько времени он смог бы еще продержаться. Но однажды его заметил плавающий пароход. Подойти к берегу у матросов не получилось. Даже лодку они не смогли подогнать. А вот информацию о том, что на острове есть живые люди, они передали спасателям. Но даже прибывший гидросамолет четыре дня не смог приземлиться на остров. Спасением стало хотя бы то, что самолета сбрасывали еду и отгоняли медведей. После спасения Павел вернулся в строй и продолжил дальнейшую службу на кораблях Северного флота. В ноябре 1960 года его наградили званием Героя социалистического труда. Среди почетных наград есть и Орден Ленина, и звание почетного полярника и медаль Нахимова за трудовую доблесть. А моря Арктики и воды Мирового океана по сей день бороздит пароход Мурманского морского пароходства Павел Вавилов. Также его именем был и назван остров в Карском море. Друзья, вот такая вот история о советском матросе, который, несмотря на произошедшие с ним события, смог выжить и прожить достойную жизнь. Делитесь своим мнением в комментариях и оценивайте это видео. Ну а на сегодня это все. Спасибо, что вы с нами и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok